МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно. По традиции нашей программы предлагаю начать с небольшого блиц-опроса. Черно-белое фото или цвет? Бу-бу-бу-бу. Цвет. Творчество или ремесло? Творчество. Пленка или цифра? Пленка. Человек или событие? Человек. Напечатанные снимки или ремесло? Однозначно напечатанные. Только напечатанные. Как бы прогресс далеко не уходил вперед. Нет, только напечатанные. Хоть маленькие, всем советую. Смотрится совершенно по-иному. Ощущение от них совершенно иное. Отношения. Это просто по-разному. Это, наверное, сопоставимо с электронной книгой и бумажной, мне кажется, в каком-то смысле. Ну да, конечно, тактильные ощущения и так далее. Сегодня мы поговорим про профессию фоторепортера. Скажи, в первую очередь, в такой профессии нужно быть журналистом или фотографом? Хороший вопрос. Я когда выставку открывал в 2017 году, которая называлась профессия фоторепортера, я тогда себя позиционировал больше как журналиста, а не как фотографа. Причем с правилами именно журналистскими. Условно говоря, не навреди. Вот этот кодекс какой-то. Сейчас я бы так точно не сказал. Сейчас я больше фотограф, чем журналист. Это не в минус журналистике. То есть это не весы, это не что-то перевесило. Тогда было так, и сейчас. Это не единая какая-то масса, которая поделена тогда была вот таким образом, а сейчас вот таким. Нет, просто сейчас я однозначно больше фотограф. То есть я, во-первых, сейчас стал уделять больше, принципиально больше внимания тому, что, в общем, формально к фото журналистике вообще к журналистике не относятся. То есть я стал больше интересоваться постановочными. То есть не глэмом, не гламурными. Но в фото журналистике один из принципов – это не вмешательство происходящее в кадр. То есть известны случаи, когда многих именитых просто табуировали уже на будущее, просто банили за то, чтобы всплывала там какая-то ретушь, какое-то вмешательство. Мой принцип раньше был как бы вот такого невмешательства, то есть такого стороннего наблюдения, то есть какого-то незримого присутствия при чём-то. Вот сейчас я такой более в этом плане, ну, такая инверсия туда. Не инверсия, а вот именно такое внедрение, что ли, вот в само там, да. То есть ближе подойти к объекту, то есть вот контакт именно вот такой. То есть для меня это, в общем, такая ступенька, потому что мне это как бы и не нужно было, то есть я считал, что это и не надо, а вот, а потом выяснилось, что мне это сложно. Вот, и то есть я сейчас как бы вот в эту сторону иду, то есть вот именно вот на сближение там с объектом. Кстати, про принципы невмешательства, если говорить не только про фотошоп, но и в события. Я читала такой случай, ну, достаточно он известный, как фоторепортер снимал, как горит помещение, где находятся лошади. У него был выбор, помочь лошадям выбраться или снимать события. И он выбрал снимать события. Вот в вашей профессии как поступить правильно? И есть ли ответ на этот вопрос? Ну, конечно, он есть. Ты просто бежишь и там просто открываешь эти двери, там вытаскиваешь. Какая там съемка этого может быть вообще? Ну, то есть, а таких примеров достаточно много. То есть есть, когда просто фотограф ждал какого-то известного агентства, ну, просто не буду, ну, какого-то известного. Где-то в Африке, то есть просто от голода умирающий ребенок, рядом с ним сидят эти птицы большие, эти грифы там просто. И фотограф ждал, когда они его начнут клевать. То есть это известный случай такой. То есть фотограф был уволен. То есть тут вопрос уже каких-то морали эти? Нет, то есть если ты ставишь профессию выше человечества, ну, господи, о чем с тобой говорить тогда? Если журналисту можно переписать текст, вот он приехал со съемки, и если его поправили, он может что-то переделать, то фоторепортер переделать уже не может. Вот что снял, то, собственно, и выдал. Вот это накладывает определенную ответственность, и она тяготит, или, наоборот, она стимулирует, и это определенный вот такой адреналин. Ну, да, и то, и то, и то. Когда я события отснял, я к нему интерес вообще теряю. То есть мне совершенно не хочется вот там что-то повторять вообще. А давайте типа еще раз сделаем. Да нет, ну, во-первых, так не получится, то есть это уже все равно будет какая-то там. Ну, да, это такой тонус, то есть это получается такая вылазка, что ли, там, да, вот ты как бы собрался, там вот так вот, ты вот вылез, вот там вот, да, и все, вот там, да. А если ты это растягиваешь, как-то вот у тебя и вначале не получится, и неизвестно будет ли там в конце, там, да, может, там солнышко вначале было, а потом там снег повалил, там, а тебе солнышко надо. Ну, да, тут как бы не загадит. Нужно быть, получается, все время во всеоружии, да? Ну, не надо, хочешь, будь во всеоружии, не хочешь, там, не будь во всеоружии, там, да. Ну, как бы есть такой классический во всяких фотошколах, такой совет, что ли, ну, хотя, ну, я не знаю, сейчас все ему следуют, там, берите камеру всегда с собой куда, ну, потому что пример такой, типа, прилетела летающая тарелка, а вы без фотоаппарата, условно говоря, там, да. Ну, телефон всегда есть в кармане, как, ну, как правило, всегда есть в кармане. А ты берешь фотоаппарат всегда с собой? Ну, да, как правило, да. Пленочные часто беру, то есть могу цифровой не брать, взять пленочные, но этот. Что интересного удалось снять, вот просто проходя мимо или оказавшись в нужный момент, в нужном месте? Большее количество времени, которое, вот, как я вот этим занимаюсь, да, то есть это, это либо репортажка, либо стрит-фотография, то есть уличная, там, да. Ну, вот, например, один из, ну, прямо вот действительно кадров, ну, которые вот прямо вот греют, там, да, вот, там, меня. Это кадр на лесном пожаре, то есть где там человек вот там с лопатой стоит, вот. История совершенно, в общем-то, такая банальная. В этот день был день рождения мамы, и нам говорят, там, с Ванькой Мамонтовым, типа, в сторону мельничной поди, там, в общем, что-то там огонь подбирается. Просто траву сгри, там, да, к домам, вот, там, что-то задымление, ну, съездите там, вот, вот, мы приезжаем туда, ну, то есть, понятно, там, как бы, безалайберность, то есть, все, то есть, там, мусор и все такое, ну, то есть, как бы, вот. И они сами там, вот, там, тушат, там, вот это вот все. Я начинаю снять, как бы, снимать вот это там, да, на самом деле просто бытовуха, то есть, ну, такого много, к сожалению, там, у нас там, да. А кадр получился очень интересный. Ну, то есть, ну, вот он там попал. Вот эта функция, это навык всё подмечать. У тебя это уже работает на автомате, ты идёшь и видишь, интересно. А вот это интересно. Скорее, это было раньше. То есть, ты как бы, о, вот это вот, вот оно. Но есть такое понятие, как, я не помню, как это точно, типа ключевой момент или какой-то вот центровой момент. То есть, это ещё Кортье Брессон там вёл, вот этот. То есть, вот именно ловля момента. То есть, вот ты ловец момента. И вроде как начинаешь практиковаться в этом, в ловле момента. Ну, то есть, действительно, какое-то выражение лица там, да, как-то вот там всё сложилось, там откуда-то там кто-то шёл, кто-то обернулся, какая-то собачка там, чё-то там. И кадр вот он там. Но при этом ты немножко, не то что неуважительно, но менее пристально и получается как-то менее внимательно внимательно смотришь за всем остальным. То есть, всё остальное это как бы фон, а вот это вот, вот оно там, истина какая-то там, да, вот оно там сложилось. Вот. И вот таким принципом я руководствовался очень долго. То есть, ну, до поры до времени, может быть, это нормально, потому что ты вот реально в каком-то тонусе, и мне ещё везло, надо сказать. То есть, мне реально чего-то подбрасывало, вот там, я не знаю, там. Вот. А потом как-то это всё стало меняться, вот это всё стало как-то натушно, вот этот поиск, ты ходишь уже просто как такое, а что-то сегодня вот там, вот. Ну, я просто понял, что это дурь какая-то, вот, да. Я думаю, что это изначально дурь была. Живёшь просто, доживёшь, вот там что-то увидел, ну и прекрасно. Там, да, есть фото, вообще замечательно. Я даже считаю, что если ты даже не сфотографировал, просто вот глазами у тебя вот что-то хоп-слово, вот всё, уже есть фотография там, да. Она точно у тебя там будет, там, да. В сознании. Ну, конечно, да. А что может передать фото то, что не может передать слово? Дело в том, что фотография, ну, скажем, вот, фотография хорошая, ну, нормальная фотография, да. Когда человек на неё смотрит, он включается. Он слышит, какие там были звуки. У него включается, что было там до этого. Ну, вот как вот это слышало. А что произойдёт после, то есть вот там какой-то там момент. Может, даже какие-то запахи. Включение, причём одновременно, вот, как бы, многих каких-то вот моментов. Если не включились, плохая фотография, наверное, так. Ну, то есть она может быть геометрически вообще выверена, там, все эти законы дурацкие, которые никому не нужны на самом деле. Все эти сечения золотые. Вот. Ну, то есть если, как Полунин, Слава говорит, если дзынькнуло, вот, значит, вот оно и есть там, да. Вот если дзынькнуло, это вот оно. Слово, ну, слово или одно, потому что если слово-то одно, а если уже два слова, это уже совершенно по-другому, это уже словосочетание, там, да, то есть это очень такая вариативная штука. Ну, литературу уже никто не отменял, там, да, несмотря там на наличие, там, во всех других. И как бы, как получилось, и там, и живопись, и говорили, что живопись, всё, там, конец, там, да, вот, сушите, там, кисти свои, там, да, всё, там, придумали этот химический, этот способ, там, изображение, там, да, да, ничего похожего, там, вообще, вообще ничего похожего. Живопись просто, ну, вообще, впереди планеты всей, там, там, да. Когда ты работаешь на фоторепортажах, есть задача сделать серию снимков или один снимок? И вот к какому направлению ты больше стремишься? Это хороший вопрос, это очень хороший вопрос. Вот, вот, мы, вот, я говорил вот про этот момент, ловля момента, да, я стремился именно к одному кадру. Раньше это вообще ценилось, ну, то есть, вот оно. Если ты его ещё не скадрил, то есть, раньше ещё, когда ты его показываешь, ценилось, что было видно перфорацию плёнки, что вот он именно такой, там, там, вот, вот, вот оно вот так, а ты молодец, и ты везунчик, там, да, и ты профи. Вот, и я, как бы, вот, из олдскул, вот такой, там, там, да, то есть, вот я оттуда. При этом, как бы, жизнь-то на месте не стояла, вот, и вот эти единичные кадры, синглы, так называемые, там, да, они всегда есть, они во всех конкурсах. Есть фотография, есть серия, фотография, серия. Сейчас серия. Сейчас серия. История. То есть, это даже разные вещи. То есть, фоторепортаж и фотоистория, это разные вещи. То есть, история, она, это реально некий проект, может быть, там, да, то есть, это разные какие-то локации могут быть, там, да, это разные, там, просто, вот, по времени. Репортаж, это всегда нечто событийное. Чтобы снять репортаж, должно быть, что снимать? Вот. один кадр или вот-вот нацеленность да какая ну мне проще потому что я работаю в сми в печатном там да то есть как правило как правило редактор это важно кстати то есть вот и контачить именно с редактором тогда то есть и желание ну желательно заранее там и проговорить это это легче то есть ну например лёша то там то 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 я под это дело разворот текста будет не очень много там тогда так что как бы не не ленись вот это пойдет на первую например ну и там куча всяких моментов как бы ну например у нас люди читают слева направо то есть они переворачивают вот так то есть если у тебя идет как по соответственно повествование туда то там у тебя лошади желательно чтоб скакали в ту сторону а не куда-то там обратно потому что получается чтобы обратно ну какие-то вот такие режиссерские какие-то моменты чтоб цельность какая-то была интереснее снимать события драматические или какие-то радостные я с чего начинал у меня пи первый репортаж вообще был такой более-менее осмысленный это была детская психиатрическая больница а вот я ночь не спал в буквальном смысле слова то есть я дико волновался то есть вот именно 4 было как-то страшно ну как бы вот мы там работали как как бы вот когда начинаешь работать пофиг вот вот правда то есть там я не знаю снимаешь там операцию там открытое сердце перед тобой ну то есть как бы я человек ну но был во всяком случае можете остаюсь там достаточно ну брезгливым наверно таким то есть это всю эту медицину мало кто любит там как как бы вот там да вот я помню ну тут например открытое открытое сердце там вот она вот буквально там 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 лежит и ты снимать снимаешь то есть первая мысль была господи как я туда пойду вот вроде как там да а вот а когда туда заходишь на сам мысль то одна такая не наступить бы на какой-нибудь шланг не там не выдернуть какую просто мне не навреди в буквальном смысле слова тогда а вот все вот это нет там ну вот первый был репортаж вот и вот из детской больницы и как-то так получилось что вот изначально это была какая-то вот не знаю не специализация но как-то вот мы по таким местам стали ездить там с моим там коллеги там сберу сбер там вот тогда работали вот то есть мы реально тут потому что это тогда это было как-то вот закрыт ну не то что закрыто табу ну как-то просто не до того наверное было что то было но этого не было а мы вот стали ездить по психиатрическим больницам по тюрьмам я отошел от таких съемок вот не потому что там типа тяжело и все такое это как-то вот нечестно какая-то эксплуатация вот 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 всего этого не горит на сложно снимать там там в психи в психиатрической быть до закрытыми глазами можно вот так у тебя там все равно что-то получится там 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 куда не сними то все кадры фактура да это немного немножко вот просто многие рвутся туда типа как как бы там съездите там поснимать цель фоторепортажа это отражение действительности или возможно и реальная помощь кому-то вот после твоего кадра что ты рассчитываешь будет оказана может быть какая-то помощь поддержка это вот как журналистики а также работает ну если в конце материала помочь вы можете там тогда так это благотворительная организация за это либо там сбор в соцсетях вообще с одной стороны это мы можем гордиться вот этим явлением что у нас народ неравнодушно друг с тобой попозорище очень ужасно и тогда что у нас такое в принципе как бы есть вот помочь ну и вообще обращение потому что там там то там же реально темы некоторые табуированы но люди вот так вот отворачиваются там там да то есть там люди с ментальными там отклонениями я один раз кстати вот история я жил в лисихе в нижней а вот а все я уже вот работал я уже там и туда съездил сюда съездил то есть все там как бы уже работаю что называется то есть это не не месяц не до прошлого то есть уже несколько вот там поездок в ту там в тот психоневрологический туда в ту какую-то там колонию там тогда то есть вот а у нас во дворе гулял мальчик синдромом дауна вот чудный милый ребенок я и да я и дауня там снимал ты все вот а он идет ко мне и тянет мне руку поздороваться а вот а я испугался и руку вот так вот ну то есть вот я реально я не прошел править проверочку тогда ну то есть какая то есть как было то есть чисто человеческую то есть вот это вот реакция такая вот там да вот людская то есть вот понять то можно но реально как как бы вот потом мы с ним как бы вот но в тот момент в тот момент вот она гнильца такая вот там там вот она всплыла такая там да вот не прошел прям проверочку тогда это очень воспитывающие такие моменты то есть это ну может быть это в первую очередь-то мне надо. А когда показываешь, ну люди тоже как-то, вот некоторые ухо я не знал. А вот спасибо там-то. — Какой он рецепт хорошего снимка? — Ум. Я вот тоже, когда выставку открывал, кто-то мне задавал такой вопрос, я тогда везение, умение, терпение, ну что-то как-то для, для, для это, чтобы красиво через запятую как-то там прозвучало, да я не знаю. Да и нет, и слава Богу, что его нету, вот. Я противник всяких фотошкол, да. Ну, нет, фотошколы разные бывают, но в хороших фотошколах тебе точно не дадут рецепт хорошего снимка. Тебе просто может быть как-то немножко так расшевелят, вот, что-то такие вопросы не задавал там больше, там, там, да. Кто может сегодня считать себя репортером, фоторепортером? Любой человек может считать себя фоторепортером. Наличие мобильных телефонов, это, это действительно так. То есть, даже вот на главный репортерский, вот, и мы всю жизнь на него там, ну, не то, что там молились, но, как бы, вот, вот World Press Photo, вот этот вот конкурс, вот мы на него ориентировались. ориентировались. Там уже в победителях, я не знаю, есть там отдельные номинации, именно, что снято на телефон, но вот когда нашего посла, где там, в Турции, по-моему, там застрелились, там, вот, года четыре назад, это был кадр года. То есть, это, кстати, очень много споров, типа, кадр года это или не кадр года, а вот. То есть, там просто раскадровка шесть кадров просто с мобильного телефона. Тут кто-то успел нажать, как бы, вот, вот шесть кадров так вот слепили, то есть, он стоит, там, кто-то рука, там, что-то, и вот он лежит. Ну, это уж, условно говоря, кадр года, как бы, вот, там. Критериев нет. Они были, их нет. Вот. То есть, получается, вот, скорость нашего времени, она диктует новые обстоятельства. У каждого есть телефон, у каждого он под рукой, и тот, кто, может быть, первый снял, становится, вот, фоторепортером. Конечно. Ну, конечно. Ну, конечно. Потом уже могут, ой, вот это-то, конечно, прям хорошо, там, там, да, или история классного выстроена, там, да, вот, то есть, подобные, как бы, работы. Ну, то есть, если это прям журналистика, сегодня это, конечно, это, вот, там, соцсети, сайты, то есть, мы все отсюда, там, там, берем. Но вообще, как бы, ну, может, от носителя, от формата, вот, это все зависит. То есть, если ты снял какую-то историю, там, пускай это даже репортаж, там, да, у тебя есть уже время, там, поработать, там, с ним вот что-то еще, как-то его привести, там, в какой-то вид, там, что-то еще, там, и как-то показать, именно распечатать, там, там, да, или в какое-то издание, вот, там, отдать. Вот. Но вот именно репортаж, вот, фоторепортерство, вот, сейчас 8 миллиардов фоторепортеров, там, да, на земле. Ну, то есть, это объективно так. А как же образование, может быть, специальное, или художественный вкус, или насмотренность, о которой так модно говорить в этих продуктах? Никто не отменял, никто не отменял. Но если я редактор, там, да, например, и мне приносят какой-то кадр, который абсолютно вот не соответствует каким-то ни вкусовым, там, ни чем-то еще, но вот он, вот это не новость, это не юс вообще, вот, и она вот сейчас. Я не буду ждать, там, там, отзванятся, что там. Ну, вот сейчас я вот там отсматриваю, там, там, флешку, вроде же. Ну, ну, как бы нет, я, конечно, возьму вот это вот. Ну, то есть, это реалии просто вот такие, да. Получается, профессия все-таки видоизменяется очень сильно, там, да, редакция, ну, условно говоря, редакция, она, она расширилась за счет, ну, вот, людей, вот, вот, да, потому что люди по домам не сидят, слава богу, там, да, вот, и они свидетели, вот. А мы медиумы, то есть мы просто вот, как бы, вот, мы просто ретрансляторы, там, 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 вот этого, вот. Если упреждаю вопрос, типа, а не думаешь ли ты там, что, типа, все там, вот, мне просто нравится это делать, там, да, вот, то, что я делаю, по плюсу мне там нравится куча всего другого, тоже связанного там с фотографией, вот, вот, но такая, конечно, значимость, как она была еще, ну, 10 лет назад, может, даже и меньше, вот, ну, вот, все поменялось, конечно, там, да. То есть это не то, что, как там, там, высылаем спеца, там, как бы, вот, нет, то есть, как, как бы, такого нет, то есть, звонят туда уже, давайте, что есть, там, да, потом, там, 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 может, дадим, 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 дадим. Это нормально. Леша, спасибо тебе большое за интересный разговор. Спасибо вам, спасибо зрителям. Всего хорошего. Это была программа «Навстречу». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова